Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. Спасибо, что вы с нами. Рядом со мной Астрахан Сафини Мин Анатольевич, директор издательства «Лингвистика», благодаря которому эта книжка, подготовленная в научном коллективе Института «Славяноведение» вышла в свет. Я, как главный редактор, счастлива выхода этой книги. Действительно, мы прошли через большой путь, исследовательский путь. В этой книге две моих статьи. Одна из них посвящена как раз Библиотеке иностранной литературы, в частности, где происходит очень много интересного, благодаря открытию здесь Центра славянских культур. И поэтому я не могла не рассказать об этом месте в своей вводной статье, которая носит почти такое же название, как и сам сборник «Роль России в распространении знаний о славянстве», как раз в темах проекта и перспективы. Я не могла не рассказать о деятельности Института «Славяноведения», в частности, литературоведческого коллектива, коллектива культурологов, историков, которые в течение многих десятилетий действительно пропагандируют не просто знание о том, что у нас есть близкородственные народы, но и понимание, насколько важно сохранять то, что нас сближает, помнить о том, что мы все-таки разные, уважать нашу вот эту разноликость и любить друг друга. Прежде всего хотелось бы поздравить друг друга с выходом научного труда отдела истории славянских литератур, посвященного роли России в распространении знаний о славянстве, Москва, 19-й год. Его инициаторы – кандидаты филологических наук, старшие научные сотрудники Юлия Анатольевна Созина и Наталья Васильевна Шведова, руководитель работы и ответственный редактор Юлия Анатольевна Созина. Научные сборники, коллективные и индивидуальные монографии выходят в нас практически каждый год. Дело-то для нас вполне привычное. В данном случае непривычно, быть может, организация столь масштабной презентации этой книги, о чём постаралась Юлия Анатольевна, да ещё в трудных условиях борьбы со смертоносным вирусом. О значении масштабного типа презентации научной продукции хотелось бы сказать прежде, чем перейти к разговору о значении только что вышедшего исследования. Надо сказать, что основательно изучая и активно пропагандируя славянские литературы, что является основным направлением работы нашего отдела, мы довольно плохо лоббируем наши научные труды и в стенах института, и вне их. Например, слава пробиваясь, а возможно и не пробиваясь вовсе на книжной ярмарке, хотя качественная продукция всего нашего института вполне этого заслуживает. Поэтому нынешнее мероприятие я расцениваю как успешную ликвидацию, сокращение, преодоление, сложившееся в этой сфере научной деятельности вакуума. Это первое, о чём я хотела бы сказать. А теперь хочу остановиться на научном значении и актуальности даже злободневности презентуемой книги, хотя она не открывает Америк, а вращается к традиционной проблематике русско-славянских связей, которые способствовали развитию славянских культур, выявляя большую подчас первопроходческую роль России в исследованиях и популяризации истории, языка, культуры и литературы славянских народов. В ней приводятся или известные, или малоизвестные факты плодосборности русско-славянских отношений. Трудов по этой проблематике создано множество, в том числе сотрудниками нашего отдела, что подробно отражено, хотя бы в сносках открывающий сборник статьи Юлии Анатольевны Созиной. Актуальность этой книги не только в новом материале и новых аспектах исследований, связей. Назову лишь освещение роли семинаров и конференций последних лет по проблемам переводческого искусства в статье Юлии Анатольевны, а также историко-теоретическое обоснование Липатовым, роли художественного перевода в общении народов и их культур. Значение книги и ее злободневная функция во многом определяется общественно-политическим контекстом ее возникновения и бытования. Современная дезинтеграция славянского мира вплоть до расхождения, надеюсь, временных Украины и Польши с Россией, ее отношения с Евросоюзом и США – сложная международная обстановка, в которую не станут вдаваться она, очевидно, всем, способствует конструированию негативного лика России как страны-агрессора, жаждущей новых территорий. Задача наших политиков и ученых – противодействовать этому, восстанавливая объективный образ нашей просвещенной миротворческой державы. Книга «Роль России в распространении знаний о славянстве» бесспорно помогает этой цели. Строго говоря, в дискредитации России и русско-славянских связей проглядывает и наша вина – тень трагических страниц нашей истории. Спасение мира от коричневой чумы – этот великий подвиг советского народа не позволяет забыть и преступления советского тоталитаризма и соленизма, болезненно задевавших жизнь ряда народов после Второй мировой войны. Однако с перестройкой трагические и постыдные страницы советской истории стали анахронизмами. Руководствоваться ими в отношениях современной России не гоже. И еще об одной исторической заслуге России, помимо ее распространения знаний о славянстве, хотелось бы сказать в заключении. Они редко упоминают в СМИ. Распад Советской империи произошел в результате не ее военного поражения или народного восстания, как это происходило с империями другими, а в результате нее же осознание, что так жить нельзя, что пришла пора дать странам-сателлитам волю. Они свою волю отнюдь не завоевали, она им была преподнесена на блюдечке. Вот какие мысли вызывает претендуемый сегодня научный труд. Коллективный труд, созданный сотрудниками института словеноведения, что особенно хочу подчеркнуть по инициативе коллеги Юлии Созиной, казалось бы, по названию посвящен проблеме перевода. Но что такое перевод? В обыденном, а часто и не только в обыденном понимании это слово, переложение с одного языка на другой. Но по сути своей перевод, как культурное явление, имеет более глубокий смысл и значение русская культура 19-го, 20-го веков, современная русская литература, русский язык становится посредником в переводе на другие языки и на то, что некоторые писатели, условно говоря, малых народов, живущих на территории Российской Федерации, обретают всеевропейский и не только европейский интерес и значение. Вот вкратце я охарактеризовал проблему перевода как составляющих мировоззрения, культуры, литературы и национального сближения и национального взаимопонимания, что характерно теперь и для нынешнего глобализирующегося мира. Хотя глобализация означает отнюдь не только единение, но и нынешние известные конфликты. Искусство, художественность выше политических конфликтов была и остается. И с этой точки зрения я полагаю, что вот то, что сделано коллективом наших сотрудников Института славяноведения в этой книге, которую мы сегодня представляем, будет не безинтересной для, не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. Вспомним перевод первого славянского Нобелевского лауреата, первым славянским Нобелевским лауреатом был Генрих Сенкевич. Его произведение «Камагридэшн» было переведено на итальянский с русского. И тут нужно подчеркнуть особую роль государства об этой связи государственных языков. Именно в течение XIX века появилось понятие «государственные и негосударственные народы». Поляки утратили свой государство, поляки были негосударственным народом. Поэтому то именно через русский Сенкевич входит в Западную Европу, его «Камагридэшн» становится настольной книгой для итальянцев, но прежде всего для итальянцев я имею в виду настольной книгой, но прежде всего именно в том, что действие происходит в христианизирующейся Италии. Ну и всеевропейское признание, это первая Нобелевская, даже 1905 год, я сейчас точно не помню, да, это первый Нобелевский лауреат. И дальнейшее развитие, кстати, русской и польской литературы вплоть до нынешнего времени, это равное количество Нобелевских лауреатов у поляков и русских. Благодарю за внимание. Я Наталья Шведова, один из разработчиков этого проекта. У нас давно в Институте славяноведения издаются книги и ведутся просто такие целевые научные работы, конференции на тему России и славяне. И вышло уже несколько книг такой направленности, но роль России в распространении знаний о славянстве, это может быть даже в определенной степени итоговая наша книга, что не означает закрытие темы в целом. То есть видение другим миром, западным прежде всего, видение славян через русские какие-то изыскания, через русские переводы и так далее. Ну, сборник статей «Роль России в распространении знаний о славянстве» под редакцией Юлии Анатольевны Созиной и очень почетный состав, солидный состав редколлегии Будагов, Лепатов, Шведов. Книга производит очень солидное впечатление. В ней много нового или ранее неизвестного, или просто известному лишь узкому кругу специалистов, а теперь заново переосмысленного и систематизированного материала, который изложен по большей части в легко читаемой интересной форме. Хотелось бы, чтобы читатели обратили особое внимание на вводную статью Юлии Анатольевны Созиной. Она носит концептуальный характер и открывает разговор о серии аналогичных работ. Я думаю, что книга привлечет внимание не только словистов, но и широкого круга читателей. Основание для этого содержит уже сам перечень имен крупнейших деятелей российской культуры, которым посвящены отдельные статьи или упоминания в новом контексте авторами обзорных работ. Я хочу сказать несколько слов о коллективном труде, который вот представлен сегодня. Это сборник статей, который подготовлен отделом истории славянских литератур Института славяноведения Российской Академии Наук. Роль России в распространении знаний о славянстве. В этой книге рассматриваются разные аспекты российско-славянских культурных связей, в том числе научные славистические исследования, переводы художественной литературы, популяризация и восприятие в России произведений писателей славянских стран. Все статьи, которые здесь представлены, основаны на материале славянских литератур польской, чешской, словацкой, болгарской, славянской. Этот труд дает новый материал, новые обширные знания, серьезные научные доказательства того, что славянские литературы не только родственны друг другу и должны коррелировать друг с другом, разумеется, в разных аспектах и в научных и в виде художественных переводов. И, конечно, это весьма благодарный материал для научного исследования, что и доказал этот сборник. Книга «Роль России в распространении знаний о славянстве» это очень актуальное, очень нужное исследование. Все мы знаем, что в последние годы отношения России и стран бывшего социалистического лагеря достаточно напряженные и контакты, гуманитарные контакты, прежде всего, России и стран Центральной Европы носят не систематический, не массовый характер и охватывают ограниченные профессионально-социальные группы. Это порождает различные стереотипы, предубеждения и восприятие, взаимовосприятие наших стран нуждается в таких исследованиях, чтобы мы начали снова лучше понимать друг друга, как это было, может быть, раньше. Хотя отношения не всегда были ладкими, но славянские народы всегда объединяли, всегда объединяла духовная, культурная общность. И это взаимопонимание должно быть и сегодня. 20-летие ослабления контактов усугубило проблемы, которые бывали, были и раньше. И, конечно, такие книги, которые мы сегодня представляем, они должны способствовать оживлению, обновлению этих контактов и, главным образом, лучшему взаимопониманию славянских народов. Довольно много есть исследований о том, как русская культура, русский язык находят распространение в славянских странах. Но, с другой стороны, мы мало знаем о том, как культура славянских стран, Чехии, Польши, Болгарии, Сербии, Хорватии, насколько она известна у нас в России, насколько много имеется исследований на эту тему. И здесь есть определенный перекос. Конечно, маленькие страны и их культура нуждаются в популяризации, и сборник этот, конечно же, будет этому способствовать. Моя статья посвящена, в частности, Чехии и чешской культуре, тому, как она воспринимается в России, и это чешская драматургия. Если Чапик известный автор, в России знают его, мы практически не знаем, я имею в виду массовое восприятие чешской драматургии XIX века, очень плохо представлена современная чешская драматургия в России. И тем не менее, есть пьесы чешских авторов, которые ставятся на российской сцене, и в моей статье рассматриваются как раз и пьесы, и постановки, и инсценировки, и переводы чешских авторов, сделанные российскими богемистами. Прежде всего, это Сергей Васильевич Никольский, Леонид Михайлович Малевич, Каменская, другие исследователи. Они очень много сделали для перевода, для представления российскому читателю и зрителю чешских пьес, чешских авторов, чешских драматургов. Пьесы Вацлава Гавила, Милан Кундеры, Павла Ландовского. Эти авторы были представлены в России с большим или меньшим успехом. Их пьесы шли у нас. Больше всего у нас повезло на нашей сцене Павлу Когоуту, чьи пьесы особенно часто ставились в России. Начиная с публикации в 1957 году пьесы «Такая любовь», началось ее триумфальное шествие по СССР. Дальше последовали и другие пьесы инсценировки Когоута. Это и «Вокруг света», пьеса «12». Долгие годы Павел Когоут у нас представлен не был, но вот в конце 90-х годов в театре Ермоловой были поставлены его пьесы. И в 2002 году была избрана для постановки в России и состоялась помпезно обставленная широко освещенная прессой пьеса «Нули» во Мхате. Были другие постановки того же автора. Одним из наиболее востребованных чешских драматургов в России оказался Иржикубыч. В Малом театре ставили его «Незрелую малину», «Старый добрый ансамбль». Разными театрами в разные годы ставилась пьеса «Корсиканка». На опыте освоения чешской драматургии в России можно сказать, что неполитизированное искусство завоевывает сердца людей. Есть вечные темы, есть проблемы каждодневной жизни, трудности взаимопонимания поколений, поиск любви, ожидания счастья, в мгновении радости, разочарования. Чешский театр, который обращен к традиционным духовно-нравственным ценностям, любящей жизнь во всех ее проявлениях, это как раз то, что ценит российский зрительный читатель, которому и представлена в замечательных переводах вся богатая палитра чешской литературы. Надеюсь, что и книга «Роль России в распространении знаний о славянстве» найдет своего читателя и послужит дальнейшему укреплению наших культурных взаимосвязей. Да, на мой взгляд, выпуск данного коллективного труда очень актуален. Он воскрешает память о той славной роли, которую играли Россия и СССР в деле распространения в мире знаний о славянах и их культурах. Особенно велика была эта роль в отношении тех славянских народов, которые были связаны с Россией общностью православной веры, кириллической азбуке и церковно-славянского языка, звучавшего в храмах у южных и восточных славян на протяжении многих столетий. Здесь можно выделить два больших периода. Эпоху славянского национального возрождения, протекавшего в XVIII-XIX веках, и век XX, на протяжении которого роль России в распространении знаний о славянах наиболее ярко проявилась с конца 40-х до начала 90-х годов этого столетия. Эта роль России обуславливалась тем обстоятельством, что она была единственной православной страной, которая сохранила свою государственную независимость, стала одной из главных европейских сил и превращалась в ее все более могущественную империю. В этот период в России начинает быстро развиваться наука, все больше возрастает интерес к собственной истории и к появлению на мировой арене древа славянских народов, от которого отпочкрывался и сам народ русских. Переводные труды именно этого рода становятся известными на славянском юге благодаря русскому языкопереводному посредству, способствуя росту национального сознания болгар, сербов, хорватов, славянцев и черногорцев, находившихся под иноземным господством. Народный будитель болгар Паисий Челендарский, например, создавая в 1762 году свою эпохальную историю славяно-болгарскую, а это настоящий манифест национального болгарского возрождения, опирался в основном на труд царства славян далматинского историографа 16 века Мавра Арбини и многотомное сочинение деяния церковные гражданские римского кардинала Цезаря Барония, жившего в том же столетии, что и его предшественник. Оба сочинения, и одно, и второе, были переведены с латинского и итальянского языков на язык русский по распоряжению Петра I и стали чуть позднее известными на славянском юге. Аналогичная история произошла и с самым известным церковским историографом до XVIII века Иоанном Раевичем, автором знаменитой истории разных славянских народов Найпачи, то есть больше всего Найпачи, Болгар, Хорватов и Сербов. Раич также использовал труды Мавра Арбини и Цезаря Барония, но поскольку его история увидела свет значительно позже, чем труд Таисия, она была опубликована в Вене в 1794 году, сербский историограф включил в него исторические данные о славянах из вышедших к тому времени наиболее ценных работ европейских ученых на эту тему. И в случае с Раичем интересен тот факт, что свою историю он издал на русско-церковнославянском языке, который был понятен на славянском юге всем грамотным православным славянам. Таким образом, благодаря русскому языку, Россия косвенно выступила посредником и помощником Раича в распространении знаний о славянах. А затем она выступила им и во второй раз, напечатав труд Раича в Санкт-Петербурге в 1795 году, то есть всего через год после выхода венского издания. Труд Раича являлся основным источником по истории южных славян и почитателей на Балканах на протяжении почти полувека. Таких свидетельств об огромной роли России в распространении в мире знаний о славянах существует великое множество. В XIX веке на русский язык активно переводились древние и более современные памятники фольклора и литературы южных славян и благодаря более известному в Европе русскому языку они затем переводили его и на языки западноевропейские. Этот процесс в дальнейшем ширился и набирал силу, достигнув своего пика, как уже говорилось, с конца сороковых до начала девяностых годов XX века. В нашем коллективном труде содержатся статьи, освещающие общие частные аспекты этого процесса. По моему мнению, публикация этой книги является очень своевременной, особенно если принимать во внимание стремление известных сил принять значение русской и других славянских культур в мире. Это, к сожалению, происходит сегодня. Здравствуйте, меня зовут Анна Амелина, я работаю в Институте славянного ведения Российской Академии Наук и занимаюсь историей чешской литературы, в частности, русско-чешскими литературными и широкультурными влияниями. В статье, которая вошла в книгу «Роль России в распространении знаний о славянстве», меня интересует восприятие русской литературы в чешской среде периода начала XX-х годов на XX века. Тогда, после окончания первого войны, чехи, а точнее, чехословаки, как они тогда себя называли, обрели долгожданную национальную независимость, их общественная жизнь переживала бурно, рассвет появляется множество различных и политических и литературных течений. Интересно, что культура была в то время очень политизирована на литературные пристрастия чехов, на восприятие ими художественных произведений, в том числе и русской литературы, влияли их политические взгляды. То есть, один и тот же писатель, например, Лев Николаевич Толстой, воспринимался диаметрально противоположно разными идеологическими лагерями. Националисты его считали истинным славянином и националистом, аграрники защитником простого мужика, коммунистом борцом за права трудящихся и так далее. Очень меня этот феномен заинтересовал и я решила исследовать периодику начала 20-х годов по ее политическим управлению. Начала я с левого крыла и в статье «Русские писатели в чешской среде 20-х годов» я делаю обзор левой периодики 20-х годов и привожу данные о том, как воспринимались в этих изданиях русские писатели. И прихожу я к очень интересным выводам. Действительно, чешские левые литературные критики воспринимали русских писателей исключительно сквозь призму своих политических взглядов и отбор литературы для перевода и рецензирования происходил исходя из того, принял ли писатель революцию или нет, воспевал он ее или нет. В первую очередь это был Глок и Маяковский и их эпические поэмы «12» «Мистерия Гуф» и «150 миллионов». С русской классикой ситуация была схожая. В крупных русских классиках чехи искали и находили отражение и опору для своих идей. Тот же Толстой или Достоевский считались предвестниками революции. И тем самым русская литература как классическая так и современная помогала чешским левым сформулировать и подкрепить свои политические взгляды, сформировать свою культурную программу, например, если речь идет от Чехослованской компартии. Причем по сравнению с другими иноязычными литературами русская литература в этом смысле уверенно занимает первое место. В дальнейшем я продолжу свою работу и буду разбирать другие политические направления либеральные, католические, националистические и другие. Значит, тема моего доклада роль Юлии Венелина в распространении знаний о Болгарии. В 18-м начале 19-го века в России очень скудны сведения о Болгарии и Болгарах. Даже такой замечательный ученый, как Николай Михайлович Карамзин, в своей многотомной истории государства Российского, написанной в первой трети 19-го века, не упоминал о Болгарии и болгарах. Это объясняется тем, что Болгарии не было на карте мира в то время. Она давно стала частью Османской империи. В 1396 году она была завоевана турками и в течение пяти веков находилась под жесточайшим игом. Турки называли Болгар призывительно Раей, то есть Стадом. Но в 20-е и 30-е годы 19-го века произошел настоящий прорыв в познаниях россиян о Болгарии и болгарском народе. Этому способствовали труды одного из первых болгаристов в России Юрия Ивановича Венелина. В 1829 году в Москве вышла его книга «Древние и нынешние Болгария в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам». В главах Венелина средневековой Болгарии классическая для славянского мира страна с классической культурой, которая оказала благотворное влияние на многие народы. Ученый стремится своим трудом возвратить болгарскому народу его историческое достоинство и для этого рисует в книге живую картину его исторического бытия. Венелин обличает и европейцев, и россиян за безразличное отношение к участи некогда великого, а ныне порабощенного турками народа. Он пишет, пусть иностранцы по неведению или по неродению мало о них заботятся, но тем непростительнее нам забыть болгар, коих колыбель сопряжена неразрывными узами с колыбелью русского народа. Своими работами, написанными образно, страстно, Венелин напомнил о славном прошлом болгар, как россиянам, так и самим болгарам, дабы пробудить их национальное самосознание, их любовь к отечеству. Писатели болгарского возрождения прекрасно знали произведения Юрия Венелина и активно использовали его идеи в своей просветительской деятельности, национально-освободительной борьбе, в своем творчестве. Для них сочинения Венелина стали мощным импульсом усилий по возрождению болгарской нации и ее культуры. Просветитель болгарский Анастас Кепеловский делился впечатлениями о книге Венелина. Несколько дней тому назад, писал он, мне посчастливилось получить в руки сочиненную господином Венелином книгу под заглавием «Древние нынешние болгарии», которую я уже шесть раз жадно перечитываю. Я болгарин родом. Мои чувства в отношении моего народа совсем подобны тем чувствам, которым переполнена и душа почтенного сочинителя этой книги. Кепеловский называл Венелина бессмертным возобновителем болгарского существования и считал, что каждый болгарин должен отослать ему благодатственное послание за написание этого труда. А просветитель Васил Априлов, который был ранее ярым грекоманом и материально помогал греческому возрождению, писал о том, что уже первая книга Венелина потрясла его, как бы воскресила для него родину, вернула ему болгарское самосознание. Под влиянием Венелина Априлов стал болгарским патриотом-будителем, идеологом просветительского движения. Васил Априлов и Полоузов в 30-е годы 19-го века вели переписку с Венелином, посылали ученым болгарской народной песни, а также деньги болгарской подписчиков на издание второго тома его исследования, посвященное историю Болгарии. Этот второй том вышел в 1841 году, к сожалению, уже после смерти Венелина. Априлов писал, что в лице Венелина он, как и другие болгары, увидел того гения, который может извлечь их из неизвестности, ознакомить их с братьями русскими и поставить их наравне с просвещенными народами. И естественно, что в той бурной полемике, которая разгорелась в 30-е и 40-е годы между грекофилами, это Попович, Леминский, Воскедович, Огнянович и русофилами, это Капилловский и Априлов по вопросу ориентации в развитии болгарской культуры, Априлов стоял на русофильских позициях, считая, что становлению национального самосознания болгар поможет прежде всего Россия. В 40-е и 70-е годы 19-го века все больше болгар едет учиться в России. Около 700 болгар училось в России. В основном это были города Одесса, Николаев и Москва. Здесь учились Георгий Раковский, Добричинтулов, Найдингеров, Бончев, Райкжунзифов, Христоботев, Васил Друмев, Каравелов, Меладинов, Катранов. Вот, кстати, Катранов, Николай, поэт, он был прототипом образа Инцарова в романе Тургенева накануне. Становление болгарской художественной литературы проходило под мощным воздействием русской литературы. Сочинения Юрия Венильна способствовали повороту к духовной ориентации болгар, возврату болгарской литературы к славянской традиции. В 1835 году после своего путешествия научного по Болгарии, в путешествии это финансировала Российская Академия Наук, Венильна писал труд о характере народных песен у славян задунайских. В ней ученый стремился показать национально-психологические особенности болгар и сербов на основе их исторической судьбы и народных песен. Эти песни восхищали его прелестью безискусной поэзии. А героя болгарского и сербского эпоса Марка Кралевича он считал таким же носителем духа нации, каким был Ахилл у древних греков или Фауст у немцев. Виссарион Григорьевич Билинский написал похвальную рецензию на работу Винилина. Он соглашался с взглядами ученого. Русский критик подчеркнул, что о песнях с дунайских славян Винилин пишет умно, основательно, верно и увлекательно. И мысли его об этом предмете прекрасны, глубоки и подкреплены фактами. Сочинения Винилина способствовали пробуждению у болгарских писателей интереса национальной истории. Отзывы идей суждения Винилина можно обнаружить не только в трудах болгарских историков XIX века, таких как Палаузов и Мариндринов, но и в произведениях драматургов, поэтов и прозаиков. Винилин перевел несколько песен за дунайских славян на русский язык. И Беленский восхищался мастерством его перевода. Перевод сделан самим автором статьи и сделан прекрасно. Он близок, верен, поэтичен, если можно так сказать, и русский язык нигде не изнасилован, нигде не страждет за счет этой близости. Мы были бы очень благодарны автору, если бы он дарил нас чаще и больше подобным переводам и песен славянских народов, которые ему так хорошо знакомы. Интересно, что образ Юрия Венелина, боготворимого болгарскими писателями, прочно вошел в поэзию эпохи Возрождения. Поэт Георгий Пешаков написал оду Юрия Ивановича Венелина еще при жизни ученого в 1837 году. Вот что он пишет. «Имя твое останется бессмертно прославленным, и все чадо болгарские не забудут его вовеки». Георгий Пешаков послал в свое творение самому герою оды Юрию Венелине, а в 1839 году Георгий Пешаков посвятил Венелину второе стихотворение «Рыдание на смерть Венелина», в котором выразил беспредельную боль, глубокое потрясение в связи с безвременной кончиной ученого. Венелин умер очень рано, в 36 лет. И вот что в этой оде «Рыдание на смерть Юрия Венелина» пишет Пешаков. «Плачь и рыдайте, все чадо болгарские потеряли мы навсегда Юрия Венелина, нашего премудрого брата, но навсегда сохранится в наших сердцах его имя, которое будет бессмертным, хотя и умер он». Горя так велико, что поэт гневно обвиняет силы небесные, отнявшие едва произошедшую на мрачном болгарском небосклоне звезду Юрия Венелина. Но поэт не только скорбит, он лелеет надежду, что его соотечественники последуют по пути начертанному ученому, по пути просвещения. Это стихотворение получило широкую известность среди болгарских читателей. Оно неоднократно публиковалось в различных журналах и книгах. Кроме того, читатели переписывали его, распространяли в рукописях. Перу Петка Славикова принадлежат наиболее яркие поэтические строки, написанные после смерти ученого. «Прах твой в темной могиле покоится, но память о тебе еще жива и будет жить, пока солнце над болгарами будет светить». А на портрете Юрия Венелина Славик сделал краткую выразительную надпись «Умер тогда, когда оживил нас». На могиле Юрия Венелина, находившейся в Даниловом монастыре в Москве, благодарные болгары воздвигли в 1841 году прекрасный памятник, белую колонну из итальянского мрамора, завершающиеся урном и крестом. На пьедестале памятника высотой 4 метра были высечены слова Юрию Ивановичу Венелину Одесской Болгары 1841 год. Родился в 1802 году, скончался в 1839 году. Напомнил свету о забытом, но некогда славном, могущественном племени болгар и пламенно желал видеть его возрождение. Боже всемогущий, услышу молитву раба своего. Думаю, что не будь Юрия Венелина и его последователей славянофилов, так не было бы и освободительной русско-турецкой войны 1877-1878 годов. А не было бы войны и самопожертвования 200 тысяч русских воинов и врачей, так не было бы и Болгарии на карте мира. Болгарский народ сохранил благодарную память о замечательном человеке и незаурядном ученом Юрии Ивановича Венелина. Ему именем называют новорожденных мальчиков. Существует в Болгарии мужское имя Ленилин. В Софии есть улица имени Юрия Венелина. Ему посвящается научная конференция. О нем пишут исследования. Венелин умер рано в 36 лет, но произведения его живы сегодня. До недавнего времени Павел Великовский был живым словатским классиком. К сожалению, в феврале этого года он умер. Я писала свою статью по живым следам, потому что в тот год мне удалось познакомиться с Павлом Великовским и взять у него интервью. В его книгах мне особенно близка тема памяти. Даже то кафе, в которое мы вошли, когда я брала у него интервью, как только мы оказались внутри, он сказал, каким это кафе было, когда он сам был студентом. Если вчитаться в его романы, его рассказы, вы заметите, что персонажи Павла Великовского живут не только здесь и сейчас. Они обладают способностью вернуться в прошлое и жить сразу в нескольких временных пластах. Для этого недостаточно увидеть фотографию, прочесть письмо, ледяник или поговорить с кем-то. Даже если это прошлое, не настоящее, а всего лишь реконструкция. Я надеюсь, вам будет интересно читать мою статью, потому что Павел Великовский обладает неповторимым стилем, и сами словаки не знают с кем его сравнить из современных словатских писателей. И каждый переводчик старался повторить этот стиль в своем переводе. Желаю вам приятного чтения. В своей статье я исследую, как трансформировался образ лирической героини Лисовета Багряна в переводах Анны Ахматовой. Две поэтессы были современницами, имели схожие вехи биографии. Багряна сама признавала влияние на нее творчество русской поэтессы. Обе они переводили друг друга на родные языки, обе были выдающимися и одаренными личностями, которые искали и утверждали место женщины в изменившемся мире. Учитывая гений Ахматовой, сделанные ею переводы болгарской поэтессы можно назвать сотворчеством. Тем интереснее прослеживать, как в мелких изменениях просматривается ее собственный характер и убеждения, которые она может сама того не зная, привносит в стихи Багряны. Там, где в оригинале крылья тихо ложатся героине на плечи, в переводе они свободно взвиваются, унося ее в небо, подальше от пошлого мещанского быта. Экспрессия, новая образность, присуща переводам Ахматовой. Нисколько не колеблюсь, она вносит изменения, которые не всегда можно оправдать переводческой необходимостью. В некоторых местах это самая настоящая редакторская правка. Что же, Багряна и сама считала ее старшим товарищем, у которого следует поучиться, и в нетерпение бежала за новым томиком ее стихов, а потом читала на ходу прямо на улице. Здравствуйте, меня зовут Дарья Ващенко, я старший научный сотрудник Института славянного ведения РАНД и практикующий поэтический переводчик, но в данном случае я выступаю как автор научной статьи о поэтическом переводе. Мой раздел называется «Пространственные локализаторы в поэзии и проблема их переводимости на материале двуязычных славянских антологий». Вкратце остановлюсь на второй части названия, то есть, собственно, на материале работы. Это серия антологий поэтических славянских поэтов, выходивших с 2005 по 2010 годы по инициативе Сергея Николаевича Глубяка и, собственно, под его общей редакцией. И очень я рекомендую эту серию именно в качестве материала, поскольку здесь, во-первых, в нашем распоряжении оригинал и перевод. На одной стороне оригинал, на второй стороне перевод, причём подборка всё-таки довольно значительная по объёму. Во-вторых, это, в общем, современная поэзия, авторы, представленные в антологии, они с конца 20-х годов рождения и вплоть до конца 80-х. Ну, то есть, вот. Значит, и представлена достаточно характерная выборка переводчиков, причём часть из них переходят из антологии в антологию, при этом часть переводчиков знает язык и представляет так называемую академическую линию поэтического перевода, часть не знает и представляет ну, такой писательскую. Вот. И при этом переводчики хорошо классифицируются по возрастным и по гендерным параметрам. Поэтому на материале этих антологий главковских очень удобно отслеживать разные способы решения переводчикам тех или иных задач. Я занималась словацко-чешской антологиями, где-то отдельно, где-то сравнивая их между собой, но, в общем, они ещё ждут своих исследователей. Я в это верю. Мой раздел состоит из двух частей. В первом я рассматриваю пространственный локализатор, обозначенный именем собственным на материале двух антологий словацко-чешской. Во-первых, на предмет состава, а во-вторых, на предмет того, каким образом эти локусы в поэтическом тексте концептуализируются. Значит, и... Сейчас, секунду. Значит, в словацкой антологии представлены главным образом как название улиц, населённых пунктов, так и культурно значимые объекты, такие как Татры, например. Вот. И... Частные топонимы упоминаются в тексте антологии девять раз, в основном словацкие горы. В чешской антологии значит, также широко представлены локальные топонимы, однако, в отличие от словацкой антологии, это не название каких-то конкретных гор, а наименование населённых пунктов. И второе отличие состоит в том, что в чешской антологии широко представлены столицы государства, Прага. Для Словакова Братислава совершенно не является в этом смысле признаковым топосом, по крайней мере, что касается тех выборов, которые мы в этих антологиях видели. Что касается интерпретации, и в чешской, и в словацкой антологии свой топос интерпретируется как место человека с иным миром, с божественным началом. Отличия, однако, заключаются в разной оценочной модальности, которые в словацкой антологии носят позитивный характер, то есть человек встречается с Богом и вот восходит до этого Бога. А в чешском, наоборот, скорее негативный, когда человек встречается с Богом и Бог снисходит до этого человека, с тем самым десакрализируется. Вот. Во второй части антологии, которая выполнена уже только на словацком материале, я занимаюсь уже собственно переводоведческими задачами, причем безоценочной. То есть я не, принципиально не говорю, является поэтическое решение удачным или неудачным, оно и является таким, поскольку оно таким является. Вот. И я смотрю, собственно, какие трансформации могут претерпевать пространственные локализаторы в лирических текстах в условиях поэтического перевода, то есть там, где исходный текст будет неизбежно перефразирован, поскольку речь в данном случае пойдет только о рифмованных текстах. Значит, главными факторами, которые оказывают влияние на преобразование локатива в переводе поэтического произведения со словацкого на русский язык, является, во-первых, отображение действия в статике, в русском языке, там, где оригинал предполагает действие в динамике. Например, «к зимнему мору подь, мой попол расптылить», то есть «пойди к зимнему морю развеять мой пепел», переводим и смотрим «зимнее море, тут прах мой развеешь пылью». То есть никакого направления в данном случае нет, здесь лирический герой просто находится на берегу моря, никуда к нему не идет. Значит, во-вторых, это довольно важный и достаточно широко представленный спектр ходов, это тенденция к расширению пространства в русском переводе и введение дополнительных локализаторов, либо локализаторов, предполагающих больший охват пространства и его меньшее доброоболение. Это такая очень отдельная тема, здесь я проведу только один пример. Колокола зовут «в синий костел». В русском переводе мы читаем «синий костел звал люд из сел». То есть вот вводится еще один локус, это «села», собственно, откуда-куда. Вот. И, наконец, это мена исходных локативов с абстрактной семантикой пространственными локализаторами с более конкретным значением, там типа расприводия у ручейка. Примеры можно проводить долго, но в данном случае это мои задачи не входят. Важно, что указанные векторы появляются в переводах вне зависимости от идеологии конкретного переводчика, в связи с чем можно предположить, что это влияние культурно-языковой картины мира, но, в общем, это нужно исследовать специально, и я надеюсь, что когда-нибудь это будет осуществлено. Всех рады видеть, всем большое спасибо. Заключает сборник моя уже исследовательская работа по теме, по которой я сейчас пишу докторскую диссертацию, посвященная восприятию России в горячо любимой мне Словении, ее культуре, в частности в переводах. Конкретно эта статья посвящена Федору Ивановичу Тютчеву и работая со славянскими материалами 19-го, 20-го века я нашла, как ни странно, очень новые, новые материалы, которые не были известны у нас на родине. В сборнике есть несколько научных открытий, поэтому я вас призываю открыть и узнать, что нового наши исследователи открыли, нового не только в нашем восприятии славянских народов, но и нового по отношению к восприятию истории нашей Родины. Передаю слово Венемину Анатольевичу. Я, в свою очередь, как издатель, хотел бы поблагодарить в первую очередь душу сборника, душу этой работы Юлия Анатольевна, потому что все мы понимаем, что такое сделать научный сборник. это не только организационная и творческая работа, это еще и эмоции, это еще и попытка на какой-то срок сделать коллектив, который делает одно хорошее дело. И, конечно же, Российский фонд фундаментальных исследований. Он делает благое дело, поддерживает собственно финансово те книги, которые самостоятельно не смогли бы увидеть свет. И деятельность фонда, конечно, особенно с конца 90-х годов, она заметна всем людям, которые работают в сфере науки и гуманитарной, и научно-технической. Спасибо большое фонду за ту работу, которую делают. Может быть, я еще добавлю пару слов благодарности коллектива, с которым я работала. Это отдел истории славянских литератур, руководитель отдела Будага Людмила Нарайовна, мои замечательные коллеги. Большое вам спасибо, большое спасибо, что мы были все вместе. Я надеюсь, что это не последнее наше создательство лингвистика, научно-исследовательская работа, публикация научных трудов. Это всегда очень сложно, но, с другой стороны, тем весомее ваш вклад. Большое спасибо, дорогие коллеги, большое спасибо, Вениамин Анатольевич, большое спасибо руководству Института славянного ведения Российской Академии Наук, библиотеке иностранной литературы, которая нас сегодня здесь принимает, и низкий поклон действительно за поддержку Российскому Фонду Фундаментальных Исследований. Спасибо. Спасибо.